Мы, главы государств, представители Вашего Превосходительства, дамы и господа, кризис в Украине, террор ИГИЛа, эпидемия Эболы, вот эти три слова уже говорят о том, что прошлый год принёс нам огромные страдания и учения людям мира. Конечно, это поставило большие вопросы также и перед международной политикой. Поэтому очень важное название этой конференции. Вы, господин Ишингер, задали очень важный вопрос о состоянии миропорядка сегодня. В этом году мы вспоминаем о очень важных исторических событиях. 70 лет тому назад закончилась Вторая мировая война и ужас Шоа. После ужасов и кровопролитий появился новый миропорядок и новая система международных отношений, которая должна была построить систему безопасности для народов мира. Очень важным элементом стало создание ООН, Североатлантического альянса и ЕС. 40 лет тому назад был подписан заключительный акт СБСЕ в Хельсинки, в котором говорится о нерушимости границ, о мирном урегулировании конфликтов и о невмешательстве в дела государств. Это была веха на пути преодоления кризиса Холодной войны. И в третьих, 25 лет тому назад, был подписан договор 2 плюс 4, договор, который окончил раскол Германии. Это договор, который послужил началом новых отношений между Востоком и Западом. Германия, я хочу здесь это подчеркнуть, Германия крайне благодарна народам Восточной и Центральной Европы, что благодаря их мужеству и стремлению к свободе помогла Германии прийти к единству, свободе и миру. Более одного года мы уже переживаем кризис в Украине. Кризис, который поставил под вопрос миропорядок во всем мире. Действия России нарушили миропорядок и принципы совместного существования в Европе. Была нарушена территориальная целостность, были нарушены основные принципы международного права. После Балканских войн мы поняли, что мир в Европе не является нечто само собой разумеющееся. Действия России противоречат положениям закрепительного акта СБСЕ, а также Будапештского меморандума, который был подписан, был США, Великобритания и Россия, меморандум, который обеспечивал гарантию территориальной целостности Украины, и в результате которого Украина отказалась от ядерного оружия. И подумайте об этом, когда страна готова отказываться от ядерного оружия, только при предоставлении гарантии. И поэтому Европейский Союз совместно с нашими трансатлантическими партнерами делает совершенно ясно, что в 21 веке нет места нарушению границ внутри Европы. Здесь мы выдвигаем требования соблюдения положения международного права. Никто из нас не заинтересован в новом расколе Европы. Никто из нас не хочет пойти на риск конфронтации и эскалации. Мы хотим построить безопасность в Европе совместно с Россией, не против России. Это касается и европейского, и трансатлантического порядка. Это касается всех международных задач. Это и борьба с уничтожением ОМП, и с терроризмом. Это также и то, что началось во время переговоров по поводу Ирана и уничтожение химического оружия в Сирии. Эти два примера показывают, что международный порядок также может принести и положительные результаты. Но здесь требуется воля всех, требуется соблюдение основных положений нашего миропорядка. И, конечно, все это измеряется выполнением этих обещаний. И поэтому Россия должна и здесь внести свой вклад в разрешение кризиса в Украине. Военными путями этот кризис мы не сможем решить. Поэтому здесь требуется предпринять шаги, направленные на осуществление минских договоренностей. И этому послужили также переговоры, которые произошли недавно в Киеве и в Москве. Я очень рада, что здесь в зале присутствует президент Порошенко. После вчерашних переговоров совместно с президентом Оландом, я должна сказать, мы еще не знаем, добьемся ли мы успехов. Но я считаю, что этот визит имел смысл. И это то, что является нашим долгом по отношению к людям, которые страдают в период этого конфликта. Если мы хотим дать гарантии безопасности и стабильности нашего народа, мы должны принять все положения международного права. Мы всегда боремся с нашими партнерами за выполнение всех положений и соблюдение основных принципов. В этом плане стоит отметить саммит НАТО в Уэльсе, на котором были обсуждены методы реагирования на конфликты, было принято решение о расширении сил реагирования. Мы говорим сейчас больше и больше опять о коллективной обороне, особенно в связи с распространением концепции гибридной войны. Мы, конечно, очень озабочены состоянием наших восточных партнеров, членов нашего альянса. Поэтому мы разрабатываем различные мероприсутствия совместно с Нидерландами и Норвегами. По договоренности с Польшей мы вскоре создадим многонациональное командование в Штатине, которое станет центром будущего регионального сотрудничества в рамках нашего альянса. И именно потому, что НАТО является альянсом, основанным на общих принципах, статья 5 – это не только заявление о намерении, и выполнение этой статьи является не только прагматичным, это то, что основано на общих принципах и общих ценностях. Мы должны сделать Европу более сильной и более единой. Здесь ОБСЕ играет очень важную роль. Это форум для диалога, для укрепления мер доверия. Если мы задумаемся о сотрудничестве и мерах по укреплению доверения, то здесь очень важно выполнение основных принципов ОБСЕ – на слове и на деле. Мы хотим совместно обновлять эти принципы, которые связаны с тем, что безопасность и сотрудничество в Европе возможно только благодаря диалогу. И предпосылкой для этого, и я хочу еще раз подчеркнуть это, это то, что мы должны выполнять все принципы и положения, принятые после окончания Второй мировой войны, без каких-либо ограничений. Первый принцип – нерушимость границ внутри Европы. Второе – народы Европы свободны определять свое будущее. И это очень важный принцип, о котором мы очень долго велись переговоры внутри ОБСЕ. Это также очень важно и для государств Балканского полуострова, в которых демократия, свобода и самоопределение должны стать фундаментом для благосостояния их народов. Протекционизм и изоляция являются рецептами прошлого. Они не подходят в сегодняшнее время, которое предполагает также и существование различных договоров о свободе торговли. Это договора, которые заключаются и с Америкой, и со странами Азии. Сейчас как раз ведутся переговоры на эту тему. АПЛОДИСМЕНТЫ Со странами Балкан, и также об этом говорит и поддержка, которую мы оказываем украинскому народу. Я придерживаюсь важности рассмотрения концепции строительства Большой Европы от Владивостока до Лиссабона. Но это очень важно, и важной предпосылкой для создания этого единого пространства является решение конфликта в Украине. Наши южные соседи также являются причиной для озабоченности. Хрупкость государственного строя, раскол и конфликты господствуют в этом регионе. В Сирии огромное количество людей бегут из страны, огромное количество жертв. И мы обязаны странам, соседям в Сирии тем, что они за пределами своих возможностей оказались готовы принять большое количество беженцев. Это и Ливан, и Турция, и Ордания. Мы, конечно, в данном состоянии лишь способны оказать какую-то посильную помощь. Разрушение государственного правополитка в Сирии имело ужасающие последствия для всего региона. ИГИЛ действует в регионе, в Сирии, в Ираке, и убивает всех тех, кто не готов покориться их строю. Аналогичные структуры, мы видим, возникают и в Западной Африке. Это террористическая группировка Боха-Харам, которая терроризирует невинных людей и применяет варварские методы террора. Международное сообщество, различные арабские и мусульманские государства, это очень важно, возмущены этими действиями и готовы оказать отпор. Это совет человечности, а также это находится и в наших личных интересах. Поэтому германский бундестаг на прошлой неделе принял решение о направлении специальной миссии, миссии обучения и подготовки в Северном Ираке. Мы хотим оказать помощь народам Ирака в строительстве собственных вооруженных сил, которые готовы дать отпор. Мы также оказываем поддержку и африканским государствам в плане борьбы с Боха-Харамом. Мы делаем это так же, как мы это сделали в Мали, потому что мы понимаем, что безопасность не кончается на наших границах. Разрушение государства, нищета, терроризм, эпидемия – все это может оказаться у наших границ. Мы недавно поняли о том, как близок к нам международный терроризм после нападения террористов на журналистов журнала «Чарли Эпто», а также убийства посетителей каширного супермаркета в Париже. Наш ответ – террору, совместные действия, направленные на борьбу с терроризмом. Поэтому мы, Германия, являющаяся президентом Большой Семерки в этом году, будем особый акцент ставить на пресечении потоков финансов, которые обеспечивают существование этих террористических группировок. В нашей внутренней политике мы также принимаем шаги по пресечению выезда молодых людей, готовых присоединиться к боевым группировкам террористов. В январе наше правительство приняло законопроект, согласно которому эти молодые люди должны будут сдать паспорта с тем, чтобы они не могли выехать из страны. Таким образом, мы создадим еще одно препятствие распространению терроризма. Мы эти все мероприятия выполняем совместно с мирными мусульманами, которые не имеют ничего общего с этими террористическими группировками. Как раз в Германии все исламские общины выступают против использования религии во имя ненависти и насилия. Кризис с беженцами, эпидемия Эболы, террористические акты в Париже. Все это говорит о том, что наша система безопасности очень хрупкая и требует защиты. Кризисы в Западной Африке, в странах Магреба, в странах Африканского Рога показывают, говорят о том, что мы должны действовать сообща для того, чтобы пресечь эти действия. Людям требуется безопасность для того, чтобы осуществить себя. Государствам требуется безопасность, чтобы осуществить развитие и построить общество благосостояния. И мы видим это именно из-за того, что кризисы возникают обычно в странах и регионах со слабыми государственными структурами. Региональные конфликты, борьба за границы, за ресурсы, недостаточная инклюзивность, политические процессы, недостаточное образование, недостаточная система здравоохранения. Все это размывает строй, стабильность, подрывает легитимность правительств и государственных органов. Правительство Германии поэтому уверено в том, что во имя нашей безопасности мы должны принять общий подход. Подход направлен на стабилизацию государства со слабыми государственными структурами. Очень важным аспектом являются функции институтов, занимающихся безопасностью. Развитие и безопасность должны стать неразделимыми принципами. Здесь очень большую роль играет просвещение и подготовка сил безопасности. В то же время мы должны очень много сделать в плане обеспечения их действенности, а также нельзя забывать о соблюдении прав человека. Мы должны заниматься оснащением, введением в действие всех проектов Европейского Союза. И сейчас вскоре мы будем обсуждать вопросы общей политики обороны и безопасности. У нас будет возможность обсудить все эти аспекты. Очень много делается в Афганистане. Совместно с Афганцами нам удалось многого достичь. Мы выстроили систему образования, здравоохранения. Мы участвовали в строительстве армии и полицейских сил. И качество жизни афганцев значительно повысилось, особенно если мы сравним с состоянием на 2001 год. Мы, тем самым, достигли самой важной цели. Афганистан более не является страной, являющейся источником террористической угрозы. Тем не менее, мы видим, что еще очень многое предстоит сделать. Мы еще не победили в борьбе с коррупцией, с распространением наркотиков. Поэтому мы должны продолжать работу. Нам требуется выработать реалистичный подход. Нам требуется постоянно быть содействованы в этом процессе. Нам необходимо терпение. Это цели, которые перейдут на следующее поколение. В 2016 году потребуется также значительная поддержка Афганистана в плане выстраивания сектора безопасности. Дамы и господа, сегодняшний правопорядок в мире зажится на горьком опыте двух мировых войн. Силу этот порядок берет из основных принципов права и свободы. Это фундамент мира и стабильности в Европе. В других регионах еще очень многое предстоит сделать. В 1948 году большинство стран подписались под гарантии соблюдения этих принципов. Наш международный правопорядок – это не нечто незыблемое. Это нечто, что развивающееся. И это то, что развивается благодаря интенсивному диалогу и вовлеченности. Германия готова на это пойти. Благодарю.